Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про один интересный удар, финт-удар. Бьется он с задней рукой и первый раз я увидел этот удар, даже можно сказать не увидел, а прочувствовал на себе действие этого удара, боксируя со своим тренером, со своим первым тренером. То есть я, будучи еще подростком, где-то в районе 15 лет мне было, он меня тренировал, практически индивидуальная работа такая уже была, строилась, на лапах работали и в то же время немножко в парах работали. И в парах он мне показывал какие-то фишки, приемы, причем показывал не просто объясняя, а сначала показывал это в действии, то есть сам в вольном бою, а потом уже объяснял, как это делается, как это бьется. Мой тренер левша, то есть боксер левша, и он пробивал этот удар, как я уже сказал, дальней рукой, задней, то есть своей левой рукой. И известно, что преимущество именно левши в том, что они очень четко, разнообразно владеют именно своей левой рукой. То есть бьют ей, ну она основная, то есть боксируя с правшой, основные действия боксер левша совершает именно задней левой рукой. В отличие от боксера правши, который передней рукой, как мы принято, раскрываем передней и потом уже там задней бьем. А левша, он может и левой рукой, то есть своей дальней рукой тоже может финтовать, обманывать и пробивать. Ну понятно, боксеру правше тоже никто это не запрещает, но тем не менее, вот именно левша, он виртуозно владеет своей дальней рукой, как правило. Вот какие особенности, да, у этого приема, у этого удара, в чем отличие от других, так скажем, приемов, финтов. Ну, начать нужно с того, что мы привыкли левой рукой, да, раскрываем, обманываем, там, показали сюда, посмотрели здесь, боксер зашевелил руками, увидели, где он открылся и туда бьем, да. Сдвоенные удары передней рукой, то есть хорошо помогают нам раскрыть, бам-бам, то есть от второго удара, как правило, боксер не защищается. А если ударить первый в голову, а второй в корпус, или наоборот, первый в корпус, второй в голову, соответственно, здесь уже получится финт, да, и, соответственно, удар. Но, если вы сделаете то же самое правой рукой, это будет для противника очень неожиданно, очень для него это будет неприятно, и он, скорее всего, пропустит. Но, нужно, естественно, сделать это четко, правильно, а как это сделать, сейчас я объясню. Правой рукой, как правило, нам нужно зарядить жестко по голове, да, то есть мы все хотим подойти и жестко ударить в голову, но голова, как правило, закрыта, да, то есть у нас партнер держит левую руку здесь повыше, плечом защищается, на задней ноге, да, то есть если правильно, грамотно стоит, то раскрыть и попасть туда сложно, да, своей правой рукой. Для этого я всем рекомендую, все вы это знаете, что, чтобы попасть хорошо по голове, нужно сначала жестко пробить по корпусу, да, пробить в корпус. И здесь этот финт, этот прием строится на этом же, да, то есть мы сначала пробиваем жестко в корпус, бам, засадили, правый прямой, правый снизу, неважно, засаживаем туда в корпус, попадаем, лучше, конечно, попасть, лучше попасть жестко, ну, даже если не попадаете, да, попадаете в локоть, все равно эффект будет. То есть противник будет понимать, что, ага, вы жестко пробиваете в корпус и хотите туда еще бить, 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 бить и бить. И в следующий раз выбираем удобный момент, понимаем, что противник где-то там в неудобной позиции стоит, показываем, что будем бить в корпус, а сами пробиваем в голову. И вот теперь нюансы, техника выполнения, здесь, конечно же, важны движения ног, и сейчас я покажу, как это делается. Первое действие – это мы левой ногой шагаем, то есть передней ногой шагаем, показываем, что будем бить в корпус правой рукой. При этом, друзья, очень важно не только рукой показать, да, не просто руку опустить, показать, что вы рукой будете бить, а именно всем телом туда подсесть, на ногах уйти вниз, глазами, взглядом показать, что вы сейчас точно хотите ударить именно в корпус, да, то есть именно по корпус туда жестко засадить. Тогда противник поверит, и тогда он сделает все возможное для того, чтобы защитить корпус. А как защитить, да, то есть попустить руки, соответственно, открыть голову. Показываем туда, шагаем левой ногой, показываем, что будем бить справа. В этот же момент не доводим руку до конца, конечно же, не нужно туда бить до конца, пробивать, потому что ваша задача – это теперь ударить в голову, да. Протягиваем, чуть-чуть оттягиваем руку назад, подтягиваем заднюю ногу и еще раз шагаем левой ногой. Посмотрите внимательно. Вот такое действие, то есть подшагнули, подтянули и еще раз ударили уже туда, перевели уже на голову. Это такое классическое действие, классический такой шаг, да, то есть шагнули, пробили, довели. Но не всегда именно так получается. Здесь есть нюансы, здесь вы сами для себя подберете. Можно ногами вообще не шагать, если вы удачно поджали противника канатом, чтобы не сблизиться слишком близко, да, чтобы не пропустить навстречу. Можно сделать это прямо вот движение вниз, то есть на ногах показали без шагов, то есть зарядили правую ногу, подтянули и без шага туда четко пробить в голову. Сделать это нужно быстро, я бы даже сказал, молниеносно. И после четкого попадания можно, естественно, развить комбинацию, да. Финтанули, попали и тут же провели еще серию ударов, добили, доработали противника. Этот удар бьется не только с высокими, да, как вы можете понять, что вот вы пробили в корпус, потом на голову, то есть вы должны быть пониже ростом. Нет, совсем нет, это бьется также и с низкими боксерами. То есть этот финт делается, также можно и низкому пробить, то есть показать туда раз на корпус и ударить в голову. Здесь суть, нюанс в том, что никто не хочет, не любит пропускать ни в корпус, ни, естественно, в голову. Если вы пару раз в корпус зарядите, то голова обязательно у партнера, у вашего противника откроется. И вот этим вот финтом, обманным действием вы можете зарядить по голове. Особенность здесь в том, что никто не ждет финта правой рукой. Как правило же мы финтуем левой, да, то есть показав корпус, ударил в голову там. Показал прямой, ударил боковой. Показал боковой, перевел на корпус снизу. А тут именно финт делается с задней рукой. Противник ваш думает, что вы точно будете сейчас заряжать в корпус, а вы, значит, переводите и пробиваете в голову. Ну что, друзья, перейдем к истории, к истории жизни. Традиционно на этом канале в каждом видео я рассказываю какую-то историю. Вот, друзья, приближается лето, скоро лето, скоро мы будем выходить на улицу, гулять, бродить, ходить, отдыхать, наслаждаться хорошей погодой. И вот был у меня такой случай один. Мы с командой выехали на сборы, туда, на юг нашей страны. И вот когда уже возвращались обратно, возвращались, делали остановку в Ростове-на-Дону. И вечер, тепло, то есть лето. Мы вышли с командой, там, ну, ребята крупные, человек пять, может быть, нас было. Ну, большие, взрослые ребята там, крупные там, боксеры. Все, вышли, идем по набережной, там, вот река, Дон у них там. Точно не помню место, но помню, что река, набережная, там, где-то вот в тех районах. Там, ночью, выходной день, кафе работают, там, кофе взять можно, там, еще что-то. То есть все, мы вот идем, отдыхаем и подходим. И стоит мужчина, взрослый мужчина такой, знаете, там, в годах, так скажем, да, уже, ну, в районе 50 лет. Там, может быть, там, в общем, и в нетрезвом состоянии, пьяный, да, стоит. И нас увидел, знаете, так, раз, как, знаете, так вот, как играет, да, какую-то игру, такой. Опа, такой, ничего себе. Ну, и на нас так, там, снизу, так, о, вроде, ничего себе, какие здоровые там. О, нифига. Да, а откуда вы здесь такие, а что тут, а что тут делаете? Мы, значит, ну, я, в том числе, вот, ребята, мы так переглянулись. Ну, и как бы не обращаем на него внимания, потому что, ну, понятно, ну, что, ну, нетрезвый. Думаем, ну, сейчас там что-то скажет два-три слова и отстанет, все, идем дальше. И идем дальше, вроде не обращая на него внимания. Он поворачивается и идет за нами, за нами, и даже, вроде, как бы и с нами уже идет. Идет, и так вот нас оглядывает на одного, на другого. Нет, а вы откуда здесь, а вы кто такие, а вы откуда, вы кто такие, а как вы здесь, а что вы, такие вопросы задает. Ничего себе, ну, вы там, еще что-то там спрашивает уже. И, ну, мы идем, нам уже становится неприятно, да, что он идет, не отстает. И вот как его, что с ним сделать, да, вот идет и все за нами. И с вопросами пристает, там, дай закурить, там, дай то, дай сё, а как, чё. И уже, знаете, вот такое напряжение уже создается, уже нам-то неприятно, да, что с нами вот такой идет, такой мужик очень сильно пьяный, практически еле-еле волочится. И вот что сделать, все, убежать что ли от него, ну, вроде не убежишь, да, вот, там, ударить его, ну, тоже, чё, а за что его бить? Он нам никакого грубого слова не сказал, там, ну, вообще даже никого не толкнул, никого не оскорбил. Просто идет, спрашивает, вы кто такие, откуда вы здесь, откуда вы тут взялись, а куда вы идете и так далее. И, ну, и такое, и вроде напряжение создается, конфликт назревает. У меня уже там мысли такие в голове, там, там, не знаю, взять его, там, взять его за грудки, оттолкнуть его, ударить его, да, там, что, придушить, ну, что с ним сделать? То есть, непонятно, что с ним сделать? И вроде напряженопряк такой, и разрешить ситуацию, да, и в то же время понимаешь, что, ну, нам вот сейчас уже там уезжать скоро, да, мы сейчас тут вот прогулялись, пошли, все, на поезд, на автобус и уехали. То есть, нам эти проблемы, да, сейчас ударишь его, там, кто-то увидит, заснимет на телефон, полиция, еще, ну, то есть, проблемы, да, то есть, они, соответственно, не нужны. И от него и отделаться как-то надо, да, и уже и говорим, ну, мы уже, ну, там, начали говорить, я в том числе говорю, типа, все, отойди, отстань. Он такой, а что, отстань, как, а почему, а? Да, и еще дальше, да, то есть, получается, что вступать с ним в переговоры, да, то есть, еще сложнее, еще и непонятная ситуация. Вот, как действовать в такой ситуации? Ну, понятно, что, ну, точно не бить, да, то есть, ну, конечно, это, все это, можно только себе больше проблем нажить, то есть, он может и получить травму и так далее, и все это, конечно, не нужно. Ну, нас спас здесь, конечно, случай, идем мы дальше, он идет за нами, не отстает, и впереди еще какой-то мужик, и он к нему, вот, там, типа, ну, кент, получается, кентярик тут местный, ну, кент его, он, раз, кент, вот, там, и что, это, это, все, они, хоп-хоп, и мы все, отходим, отдаляемся, смотрим, он отстал, и ситуация, как бы, разрешилась сама по себе, то есть, такая, такая вот развязочка получилась, да, без каких-то эксцессов, ну, и хорошо, что все так произошло, что все так случилось. Друзья, и вам желаю тоже расходиться миром, держать себя в руках, не применять просто так физическую силу, то есть, всем успехов, всем удачи, кому понравилось, ставим палец, подписываемся.